Всем здравствуйте! Хотела бы рассказать про посылки из Канады в США. Я приехала в Канаду, и мне надо было отправить посылку. Я начала искать такой же сервис, как Fulfilly, потому что Fulfilly вообще никак не взаимодействует с Канадой. Если я отправлю там в SBLAWARE сервис из Канады, они сказали, что они такие посылки не принимают. Вот, ну ладно, короче, вот такие вот дела, поэтому пришлось искать фирму, и мне подруга посоветовала вот эту фирму, которая занимается отслеживанием, отправкой, простите, с Канадой и США. Вот, и доставляет в следующие страны, основные Украина, Беларусь, Россия, Казахстан. Ну вот я вам показываю время доставки, морской и авиатранспорт, естественно. Вот, ну быстро доставили мне в Москву. Вот, отслеживание у них тут есть, если нужно. Вот здесь вот с краю отслеживания, вы как бы раз здесь и отследить делаете. Вот, вот смотрите, Канада пост, они, то есть можно их оставить. Несколько вариантов этих посылок есть, отправки. Что-то я не понимаю, как. А, вот у меня несколько вариантов подправки. Смотрите, как тут интересно. Ну, что-то не идет. Наверное, вот так надо, да? Смотрите. Вот, вот Украина, США, вот штаты США, которые они обслуживают. Тоже, то есть, смотрите, да, вот из разных компаний можно, о, из разных стран можно отправлять, да? Вот, конкретно из США тоже можно отправлять, из Канады. Я думаю, что с Украины можно в Россию тоже отправлять. О, с Украины, ну да, в Россию вообще, это же международная фирма, то есть Россия в Украину, с Украины в Россию и с США в Украину, по-любому там, то есть надо смотреть, как они работают, конкретно в Канаде, как они работают. Отправить посылку можно точно так же, они работают, как в Фулфиле. Вот эти язык выбирают. Да, вот, зарегистрировать себя, описать услугу, то есть посылку, все, что надо, оплатить, декларация, конечно же, и вот оставляете в отделении связи или у агента, или в отделении МИСТ. Вот, здесь я сделала через агента, потому что я тогда еще не смотрела даже этот веб-сайт и не знала, что, куда и как. Вот, короче, декларацию я писала, не очень мне понравились их декларации, которые, вот эти бумажные, я давала дополнительный листочек, и я так понимаю, что в Карпаты Тревел вот там сидят девчонки и вбивают просто эти декларации, если вы сами этого не делаете через Канадо Пулф. Так что, если вы хотите поподробнее описать то, что у вас есть, то надо, конечно, делать декларации самим здесь. Вот, ну, в принципе, подъезжает курьер, вот, и забирает. То есть вы декларации, по сути, можете и, как бы, сделать, а потом отправить с курьером. Если вы хотите декларации сделать электронно, можно тоже, я думаю, этот вариант. Вот, а потом он просто приезжает, подбирает из дома, или можете в Канадо Пулф это отправить. Ну, в общем, девчонки с этой компании, так что можно с ними связаться и поговорить на тему агентства, агента. Ну, вот, фирма украинская. В принципе, я отправляла посылки с ней, 9 посылок. Так, вот, ну, какие-то еще в пути, а те 3, которые пришли, они дошли очень быстро, но они шли в Москву, отсюда, с Торонто. Морем я заказывала, и 45 дней получилось в таможне совсем, то есть они уже пришли, мы даже не рассчитывали, что они так быстро придут. Вот, я платила 4,95 за килограмм, плюс 20 долларов, еще раз повторюсь, на посылку, и я также страховала все, потому что стоимость я указывала где-то 20 канадских долларов, но для России сейчас это 20 евро. Ну, вот и все, что я хотела рассказать. Удачи всем, вот, в их иммиграции, в отправке посылок и во всем остальном. Спасибо всем за внимание. Оставайтесь на канале, буду продолжать вещание.